Поменяли сегодня время работы детских садов? Да, поменяли по вашему указанию, сделали до 17.30 детские сады. За исключением одного детского сада номер 3 он открыться не может, по той причине, потому что заведующая и весь персонал находятся заболевшими, в карантине всего 24 человека. Персонал, поэтому детский сад номер 3, он находится на баме по улице Болгарска, открыть не может. Но график работы... График работы мы поменяли все с утра до 7.30. Окей, вчера я не смог посмотреть онлайн заседание муниципального совета, но на муниципальном совете, когда приняли решение по открытию школ детских садов, график был установлен 15.30. Я сразу начал получать массу комментариев от людей в стране, что даже те, кто... Мало того, что не все дети могут попасть в детские сады, это одна проблема у всех родителей, основная проблема, говорит, наш ребенок в детском саду, его в 15 часов надо идти забирать, а как же я буду работать? Поэтому я опросил Николая Николаевича, Шмульского, вчера что? Если позволите объяснить, почему были так подготовлены документы, для того, чтобы вчера создать совет муниципи области, документы должны были быть представлены на 26 августа. На тот момент еще действовала инструкция, согласно которой дети должны были пребывать в детском саду, не более 7 числов, а работники дошкольного учреждения 9 числов, поэтому все расчеты были сделаны эти. Вчера было принято решение в муниципальном совете открыть детские дошкольные учреждения по этому графику, но 28 августа нанесли изменения в решение национальной комиссии по дороге национальной, в которой определились, что решение, сколько времени будет функционировать дошкольное учреждение, принимается учредителем, то есть местным советом. По вашему предложению, сегодня было издано это распоряжение примара, были обзорены все дошкольные учреждения, сегодня работают 10,5 часов обычный штатный режим работы, 7,30 детей принимали, до 17,30 дети находятся в дошкольном учреждении. Если более детально, мы на сегодняшний день ожидали 1549 детей из-за явных церквений родителей, но в садике сегодня пришло только 85 ребенка, по какой-то причине объясняю. Также, согласно инструкции, нельзя принимать дошкольное учреждение ребенка, у которого нет справки о состоянии здоровья. Эта справка действительно три дня, поэтому, так как мы находились в выходные дни, мы говорили с Центром семейных врачей, поэтому с 1 по 4 сентября только для дошколят устроена очередь, сегодня проходит проверку дошколята, также до пятницы максимальное количество, я сегодня говорила с Ларисой и Григорьевной Белой, она сейчас исполняет обязанности. Хорошо, у нас сколько дней нужно на то, чтобы все дети прошли эту проверку? До пятницы все пройдут эту проверку, до пятницы этой недели. То есть у нас до июра все открылось первое, а де-факто открывается в конце недели? 85 человек, единственный мотив, почему они не пришли в дошкольное учреждение, лица четверти, как у нас вековая связалась, Ларисой Григорьевной, прямо перед тем, как мы пригласили нас, она сказала, что уже сегодня прошли более 200 человек, и до конца недели только для дошколят, эти очереди расширяются, дополнительно называются врачи. На сегодняшний момент у нас 11 058 детей, я объясняю, почему меньше, чем 14 800 учащихся в муниципе, потому что большинство школ работают в две смены, поэтому у нас есть данные на 14 0, то есть это по первой смене, есть 52 заболевших ребенка, это не касается ковида, просто болезни, 35 находятся в карантине. Сколько процентов из общих, у нас учащихся всего в городе? Более 90 процентов, 95, ну, 100, 52, около 200 человек отступают по разным течениям, из которых не могивать 50 человек. Просто проблема в том, что я сегодня видел утром, что происходило перед несколькими школами в Кишиневе, и там просто было столпотворение, как во время блокады Ленинграда за хлебом, то есть я не понимаю все эти меры, кто разработал эти механизмы, какие можно, просто дети толпились у входа, у всех там проверяли температуру, очередь, толпа, маленькие, большие, то есть... У нас в школах от двух до семи выходов и входов в школу, каждый знает свой вход, через который, свою дверь через которую проходит, есть определенное время, когда дети приходят, начиная с 7.30 до 8.30, как начинаются уроки в первой смене, если это вторая смена, то тогда они знают с 10.30 до 11.00, они проходят, каждый знает свою дверь, то есть максимально рассчитано, чтобы они не... Касаемо дезинфектантов, всего того, что Кишинев там должен был брать, отправили или не показать? Хочу сказать вам, что первую партию мы получили, если я не ошибаюсь, 28 августа, первую партию, это около 30% того, что было заявлено для муниципи области, сегодня утром до 8 часов не позвонили, и где-то до 9 часов жертвецов уже разгрузили вторую часть дезинфектантов, которые обещало правительство для... Кроме дезинфектантов, что еще отправляют? Там 4 позиции в продусе, санитайзеры литровые, запаски 5-литровые, жидкое мыло и кусковое мыло, 4 позиции эти. Хорошо. По детским садам, то количество детей, которые, скажем так, до конца недели все получат справки, начнут ходить в детский сад, это какой будет процент от общей потребности? 30%. 30%? Да. То есть 70% детей все-таки остаются дома? Мы пока говорим только о детях, согласно инструкции, у 4 до 7 лет. Да, окей. Так я говорю сейчас про вот эту возрастную группу, именно от 4 до 7. То есть 30% вы имели в виду это вместе с... Да, я имею в виду от общей цифры, это 6800. Я сейчас затрудняю сказать вам точно, сколько детей от 4 до 7 лет. Я уточню, что... Извините, окей. Хорошо. А по детям до 4 лет, то есть решение будет принято позже, национальная комиссия, да? Конечно, да. Детские сады у нас, школа, это все в тестовом режиме, правильно я так понимаю? Скорее всего. То есть говорили там про тестовый режим до 15 сентября. Мы не указали... Нет, я не мы, я имею в виду... Решение национальной комиссии... Решение национальной комиссии также носит лучший характер, там написано с 1 сентября, не написано на какой период. Далее есть пункт, который написан, что решение при остановлении или о возобновлении учебного процесса в том или ином учебном учреждении остается за учредителем. Да, но это очень плохо, это неправильно. То есть когда мы говорим о том, что речь идет о городских рынках, о графике общественного транспорта, значит, все говорят, это решение национальной комиссии. А как решается вопрос детских садов, а это в первую очередь здоровье детей, и в детском саду, школу решать учредителей. Как будто во всех примариях работают врачи-эпидемиологи. Понятно, кто-то боится взять ответственность.